50 тысяч квадратных метров льда и снега. Свои ворота открыл для всех желающих 11-й фестиваль «Снежная крепость». Впервые делегация из Уссурийска побывала на этом празднике. Грандиозность и масштабность исполнения встречала гостей с самого порога. Все архитектурные сооружения выполнены здесь в натуральную величину. Но на этом сюрпризы только начались. Матрёшки, соборы и терема – все эти исконно русские фигуры здесь повсеместно. И это не случайно, ведь 2012-й объявлен годом российского туризма в КНР. Главной гордостью любого снежного городка является, безусловно, горка. Высота здешней – 28 метров. Для сравнения, это примерно с девятиэтажный дом. Здесь все, от мала до велика, могли скатиться вниз в другой конец снежной крепости. И оставить равнодушным это произведение искусства не могло никого. Я думаю, что нам есть что перенять. И, конечно, несмотря на то, что здесь так же, как и у нас, было мало снега, очень морозная погода, но, тем не менее, ледовый городок, вот попадаешь, несмотря на то, что мы уже достаточно взрослые люди, попадаешь в сказку. Удивительно, но все это снежное и ледовое великолепие выросло здесь всего за два месяца. И истрачено было 40 тысяч кубических метров искусственного снега. Идея построить город в городе пришла и к администрации Муданзяна. А помогли воплотить ее в жизнь дизайнеры из Даляня. Руководство правительства города Муданзяна для осуществления этого проекта пригласило субподрядчиков из Даляня. Их силами и была возведена наша крепость. Но идея создания принадлежит администрации города. Несмотря на морозную погоду и тонны снега вокруг, гостям был оказан самый теплый прием. Причем во всех смыслах. Прямо на территории снежной крепости, не выделяясь из общей массы фигур, стоит вот это здание, внутри которого желающие могли согреться. Но это уже другая история. Татьяна Меньшикова, Александр Синельников, Телемикс.